Сегодня мы пройдемся по остальным блокам в Кандинском. Не по всем и уже не так подробно, как по главным блокам. Так, это у нас о проекте или по-другому три колонки. В дидактическом материале сказано, что каждая должна отвечать на вопросы кто мы, что делаем и для кого. Но посмотрите, как заполнены эти три колонки на сайте Кандинского. Так что еще раз, все зависит от того, какую цель вы ставите перед собой при создании сайта. Значит три колонки это тоже блок Кандинского. Я не буду заполнять, но тут все по аналогии с главным блоком. Настройки справа. Это заголовок. Это текст под заголовком. И это колонка номер раз. Также заголовок. Текст. Текст ссылки и куда ведет ссылка. Пусть она ведет, например, на какую-то конкретную статью в разделе проекты. Заходим в статью, копируем из адресной строки браузера URL и вставляем в поле адрес ссылки. По аналогии делаем с двумя другими колонками. Возвращаемся на сайт, переходим по ссылке, попадаем на статью. Дальше новости. Были вопросы, а что делать, если у меня не отображается превью новости. Такое бывает, когда в самой новости нет изображения. Изображение у нас вот здесь. Изображение записи. Давайте его удалим и посмотрим, что произойдет на главной странице сайта. Вау, превью пропало. А теперь давайте его вернем. Вау, превью появилось. И в теле самой статьи, кстати, тоже. Так, ну у нас на сайте Кандинского блок новостей выглядит немного по-другому. Да плюс еще есть вот эта ссылка. Все новости. Как оформить блок так же. Посмотрим. Заголовок это понятно. Количество, я думаю, тоже понятно. Устанавливаем количество новостей. Вот, кстати, нет превью. И количество колонок. Так получается три строки по три, а так четыре по две. А так две по четыре и одна новость на новой строке. А ссылка на все новости справа добавляется здесь. Здесь текст ссылки и куда ведет ссылка. Ведет она у нас в раздел новости, которого нет в меню. Где его взять. Ну самое простое — добавить его в меню. Но так как про меню мы пока не говорили, пойдем иным путем. Нетривиальным, кстати. Вот тут у статьи наверху есть путь до этой статьи. Он включен по умолчанию, если вы его не выключали. По-моему. Я почти уверен. И по пути у нас есть раздел новости. А вот оно. Копируем URL из адресной строки и вставляем в адрес ссылки. Так, про сортировку и фильтрацию мы тоже поговорим отдельно. С цветами все по аналогии. Ну и все. Вот у нас блок новости. Теперь он выглядит по-другому и ссылка войдет в раздел новостей. Все работает. Дальше команда. Интересно тем, что реализовано посредством Custom Post Types. Произвольных типов записей. То есть они вынесены в левое меню под названием люди. Вот люди без имени и фамилии. Дадим произвольному человеку произвольное имя. И произвольную внешность, которую я сгенерировал в Stable Diffusion. То есть такого человека в реальности не существует. Пусть будет вот такой человек. Upscale, то есть увеличение разрешения. Ох, Stable Diffusion. А также дадим человеку произвольную биографию, которую мы сгенерировали в чат GPT. Ох, чат GPT. Все, человек готов. Несуществующий человек с реальной фотографией и биографией. Почти реальной. Но у него нет роли в команде. Куда добавить роль в команде? А добавить ее можно вот сюда в отрывок. Не все действия интуитивно понятны, но абсолютно логичны, если применять метод логического тыка. И получили мы Сергея Новикова, программиста-разработчика. Что делать с двумя пустующими квадратами, вы уже, надеюсь, поняли. Добавить членов команды или удалить пустующие записи в админке. Еще можно по-другому отфильтровать, но о фильтрации мы и поговорим позже. Так, вернемся на главную и посмотрим, что тут еще можно сделать и о чем еще можно рассказать. Но вообще здесь можно вставлять не только блоки Кандинского, но и любые другие блоки. Например, текстовый. Самый простой способ вставить блок, выделить предыдущий и нажать интер. Так, давайте вставим вот такой текстовый блок. Тоже отлично, чат GPT нагенерил на два абзаца. Ну, собственно, как я и просил. Немножко еще можно подредактировать. Ну ладно, давайте сделаем покрупнее. Вообще про WordPress у меня тоже есть курс, где я подробно рассказываю, как и что здесь можно и нужно делать. Ссылка в описании. Так, опустим, наверное, новости вниз. Ну и ладно, на сегодня хватит. А в следующем уроке мы закончим разбираться с блоками и перейдем к оформлению сайта. Всего сайта, то есть вернемся к кастомайзеру. Ну, в общем, увидите.